Пришедший в гости к ученикам 45-й школы ветеран строительства БАМа Валерий Ефимович Шантуров видел своими глазами, как закладываются первые рельсы и шпалы самой длинной российской магистрали. Его позвали работать на восток Читинской области, когда он был заместителем главы администрации железнодорожного района города. Он лично помнит сотни людей, которые после школьной скамьи начинали свой трудовой путь, а впоследствии стали героями труда. Делиться с ребятами, потому что они закончат школу, строительство Байкала-Амурской магистрали, как вы знаете, не закончилось. Оно в соответствии с решением нашего президента продолжается. И я думаю, что у кого-то проявится интерес проявить свою позицию. Может кто-то и примет участие в дальнейшем строительстве Байкала-Амурской магистрали. Сегодня те ребята, которые строят вторую нитку БАМа, они говорят, мужики, огромное вам спасибо за что? За то, что вы сделали насыпь не под один, а под два пути. Валерий Ефимович искренне надеется, что величайшая стройка века не только не будет забыта, но и станет востребована у подрастающего поколения читинцев. Сегодня, как и 50 лет назад, каждый может вписать свое имя в историю, как строитель нового пути на восток. Те люди, которые жили тогда, настоящие герои, они построили сквозь хребты, удакан, кадар, болото, сквозь тайгу. Современное поколение не смогло бы такое сделать. Современная молодежь все это будет делать через технологии, через автоматику. А 50 лет назад это все делалось руками, это все делалось собственным трудом и собственным умом. Поэтому сейчас очень важно ценить, очень важно уважать и помнить, что и когда было сделано для нас. Валерий Ефимович предполагает, что строительство новой части Байкала-Амурской магистрали продлится еще не один год. И пусть сейчас труд стал гораздо легче, чем был в его молодости за счет автоматизации некоторых процессов, он все же считает, что главной силой и таки остались люди, без упорства которых ничего бы не получилось. Григорий Анипер, Никита Дроздов, РТК Забайкалье.